История теннисного турнира на призы ядерного центра берет свое начало в 90-х годах прошлого века. На протяжении 27 лет в наш город приезжают теннисисты из различных регионов страны, чтобы заработать очки для участия в рейтинговых турнирах. Начиналось, наверное, с 12 городов России. Сегодня уже 20 городов России участвуют в турнире, участники разных возрастов. Но вообще турнир считается ветеранским, уже дошел до первой категории РТТ. Алексей Клюнов занимается теннисом более 20 лет. В свое время мужчины выбрал для занятий именно этот вид спорта по ряду причин. Первое – играть в теннис можно практически всю жизнь. Так считает Алексей, и вот уже более 10 лет участвует в различных турнирах. Соревнования на призы ядерного центра для него – это возможность и проверить свою подготовку, и пообщаться со спортсменами из других городов. Прежде всего, это здоровье, общение с теннисистами. У меня уже есть очень много друзей, я общаюсь с ними с удовольствием. И надеюсь на какой-то результат. Планирую не меньше третьего места занять. Николай Пенько приехал из Ангарска. Он участвует в турнире на Кубок в НЕФ уже 23-й раз. Каждый раз спортсмен-любитель приезжает в Саров не столько за победой, сколько для общения с друзьями и соратниками. Николай отметил, что теннис – сложный вид спорта. И чтобы добиться успехов на корте, нужны две составляющие. Терпение нужно. Очень сложный технический вид спорта. Ну и желание огромное. В любом деле, которым хочешь чего-то добиться, нужны эти две вещи. В этом году на соревнования приехали более ста спортсменов. Санкт-Петербург, Карзамас, Орел, Новомосковск, Нижний Новгород. В течение трех дней на теннисные корты будут выходить спортсмены из 22 городов России. Игры будут проходить одновременно на нескольких кортах с 9 утра до 9 вечера.